Привет друзья, вы на канале Техновейв, и сегодня покажем вам нового робота от компании Boston Dynamics. Поговорим про выход на рынок робототехники компании Apple. Увидите робопса, которого готовят отправить на Луну для спасательных операций. Надувные космические модули, которые в десятки раз дешевле и эффективнее. Google, который научил роботов играть в футбол. Ну и конечно же запуск электрического аналога ракеты в космосе, который может работать на воде. Также не забывайте ставить лайк и подписываться на канал. Робопса под названием Spirit начали тренировать для спасательных миссий на Луне. Spirit проходил полевые испытания в рамках проекта Леси, в котором участвовала команда инженеров, геологов и планетологов. По словам исследователей, все испытания стали частью процесса изучения характеристик грунта и того, как передвигаться по подобным рельефам. Собранные данные о перемещениях Spirit будут использованы для обучения роботов, предназначенных для работы на Луне или на других планетах. Команда разработчиков утверждает, что робот может чувствовать поверхность подобно тому, как мы ощущаем ее при ходьбе по неровностям. Spirit совершенствовал свои двигательные навыки, начиная с песчаных пляжей Южной Калифорнии и заканчивая грунтом национального парка White Sands, Нью-Мексико. Эти земные испытания предоставляют Spirit возможности для обучения и адаптации, прежде чем он отправится в потенциальные исследования за пределами Земли. Подразделение Google под названием DeepMint научил маленьких дунохи роботов играть в футбол. Исследователи рассказали, как им удалось этого добиться и почему дальше будет только лучше. Компания обучила робота в игре с помощью метода глубокого обучения с подкреплением. То есть роботы обучались обрабатывать многофункциональные задачи. Например, это не набор чисел от 1 до 100, а полностью непредсказуемые данные. К примеру, быстро меняющаяся обстановка на игровом поле. Роботы могут подниматься после падения, точно бить по воротам, защищать свои ворота и правильно реагировать на действия соперника. Рост таких роботов составил всего 51 сантиметр. В будущем компания планирует начать тренировки на игровом поле для еще большего повышения адаптивности поведения. Boston Dynamics представила новое поколение своего робота-гуманоида. Он заменит предыдущую модель Atlas, выпуск которой прекратился на этой неделе. Новая версия Atlas будет более компактная и полностью электрическая, по сравнению с прошлыми версиями, которые были гидравлические, что влияло на размер. По словам инженеров, электрический Atlas будет сильнее и с более широким диапазоном движений, чем все предыдущие поколения. Гидравлический Atlas последнего поколения уже умел поднимать и перемещать самые разные тяжелые объекты неправильной формы. Сейчас компания изучает новые варианты захватов и манипуляций с предметами. Компания отмечает, что хоть робот и похож на человека, его движения не будут ограничены лишь теми, на которые способны мы с вами. Новый Atlas сможет перемещаться наиболее эффективным способом для выполнения множества задач. О прекращении выпуска предыдущей модели Atlas компания объявила накануне. В честь робота, который выпускался почти 10 лет, компания опубликовала прощальный ролик. Apple изучает возможность выхода на рынок роботизированной техники. Это должно стать новым проектом после неудачной разработки Apple Car. Компания задумала создать автономного робота, способного выполнять работу на дому. Например, мыть посуду и следовать за пользователем. Однако для этого придется решить сложные инженерные задачи, а на это уйдут годы. По словам источников, у Apple уже разработано продвинутое настольное роботизированное устройство для умного дисплея. Пока неизвестно, будет ли запущен серийное производство хотя бы один из этих проектов. Компания утверждает, что роботизированный умный дисплей находится в разработке несколько лет. Но руководство не уверено, стоит ли вообще развивать это направление. Apple будет далеко не первой компанией, пытающейся выйти на рынок домашней робототехники. В 2021 году Amazon представила домашнего робота Astra ценой в 1600 долларов. Компания не спешит наращивать его производство, потому устройство остается нишимым продуктом. В прошлом году Amazon представила в бизнес версию робота для работы в качестве охранника. Стартап MaxSpace анонсировал планы по созданию надувных модулей, способных трансформироваться в космические станции размером со стадион. Разработка открывает новые перспективы для обитаемых космических станций, предлагая решения, которые не только экономичны, но и проще в транспортировке и развертывании. Первый модуль планируется запустить в 1926 году на совместной миссии со SpaceX. Концепция заключается в том, что надувные модули в сложенном виде занимают мало места в космическом корабле. Их легко транспортировать и развертывать как на лунной поверхности, так и на орбите. MaxSpace стремится к созданию обитаемых пространств, которые будут не только просторными и высококачественными, но и значительно дешевле в эксплуатации и доставке. Для сравнения, строительство международной космической станции обошлось 100 миллиардов долларов. MaxSpace же обещает построить свою станцию всего за 200 миллионов долларов, включая стоимость запуска. Компания разрабатывает многослойную систему защиты, превосходящую по прочности алюминий и титан. Уже к 30-му году MaxSpace планирует развернуть адаптируемые жилищные модули объемом от 20 до 1000 кубических метров. Помимо Марса и Луны, надувные модули могут стать основой для новых космических станций. В наши дни, чтобы преодолеть гравитацию Земли, спутники и космические аппараты все еще используют ракеты для запуска. Но как только они достигают космоса, могут включить за работу альтернативные технологии передвижения, специально адаптированные для условия низкой или отсутствующей гравитации. Особенно впечатляют электродвигатели, которые хоть и не обладают огромной тягой, но значительно экономичнее используют топливо, по сравнению с традиционными ракетными двигателями. Компания Rocketstar представила свой новый привод, основанный на электрической технологии, и является примером такого движения, где в качестве основного топлива используется привычная нам вода. Компания сообщает, что их накопитель прошел испытания в космосе в рамках миссии NASA Artemida, о которой мы рассказывали ранее. Привод Firestar, основанный на базовом электрическом пропульсивном двигателе под названием Foundation, также использует воду в качестве топлива и был успешно протестирован в рамках миссии NASA Artemida. Теперь же компания предоставляет дополнительный модуль к своему приводу, который использует нейтронный ядерный синтез для повышения производительности без дополнительного топлива. Компания планирует провести серию испытательных полетов, включая запуск нового двигателя Firestar, начиная со следующего года. Это открытие может существенно сократить время путешествия в пределах Солнечной системы, делая перелеты на Марсе дальше гораздо быстрее. Друзья, спасибо всем, кто досмотрел наше видео до конца и поставил лайк. Также не забывайте, у нас есть свой телеграм-канал, там еще больше свежих новостей. Увидимся в следующем выпуске.